Всем привет! Я Анна Гречина, художник, занимаюсь живописью, люблю писать большие картины. В этом году мне будет 50 лет. У меня еще достаточно маленькие детки, сыну 8, а дочке 10. Я решила записать это видео, поскольку творчество и семья требуют много сил и энергии, а в моем возрасте силы уже начали куда-то утекать, да и внешний вид уже совсем перестал радовать. Из-за лишнего веса начали болеть колени, но меня стала надвигаться немолодая вялая расплывающаяся тетка, от которой мне очень захотелось избавиться. В общем, записала для вас видео, делюсь своим опытом, как мне удалось это изменить. Может быть, кому-то это будет интересно и полезно. Я сегодня хочу поделиться важным опытом в моей жизни. Он тесно связан с работой, с творчеством. Все сдвинулось с места, когда в прошлом году весной под фотографией мне написали в инстаграме «Ой, Ванечка, какая прелесть, ты опять беременна». Но на тот момент мне было 48 лет, поэтому радости, конечно, я не испытала. И все это, в общем-то, меня очередной раз отрезвило и вернуло на землю. Меня расстраивал не только мой внешний вид, но более важная вещь, что у меня с каждым годом становилось все меньше и меньше сил. Я об этом говорила всегда своим подругам и врачам. Как у вас? Они говорят, ну, у нас вроде бы тоже приблизительно то же самое. Я чувствовала, что чаще бываю вялое, сонное, у меня мало сил делать мою зарядку утреннюю. Такой образ жизни, конечно, не входил в мои планы. Я понимала, что у меня просто нет энергии, она куда-то утекает. А для меня энергия очень важна, потому что я стрелец, это моя сущность. Я люблю вести активный образ жизни. Меня родители всегда приучали с детства к активному отдыху. Мы с шести лет катались на горных лыжах, на беговых лыжах. Я занималась с 12 лет конным спортом. Мы всегда плавали летом в Крыму, ныряли. Потом я стала заниматься дайвингом, виндсерфингом. То есть, ну, вот всем. И у меня растут маленькие дети, которым я, конечно, хочу это всё передать, показать. А для этого же нужны силы доехать, хотя бы доехать, хотя бы довезти их туда. Помимо лишнего веса у меня была вот эта вечная усталость. Я, конечно, понимаю, что рождение двух детей подряд в 40 лет, они здоровья не прибавляют, и сил тоже. Я, на самом деле, всегда достаточно нормально питалась. Врачи мне советовали больше спать, больше отдыхать, больше гулять, больше есть витаминов. Ну, в общем, всё как обычно. Какие-то БАДы. Советы не помогали. Ну, основная та мысль, ради чего я завела эту историю, это, конечно, энергия для работы и творчества. Силы рисовать – это для меня нереально важно. Я люблю работать с большими форматами. Целый день работа идёт на ногах. Есть и движения, и статика, напряжение, концентрация. Постоянно включена голова, внимание, обостренные ощущения. Всё это, на самом деле, очень энергозатратно. Я вечером могу прийти в мастерскую, жутко устала. Просто как будто я мешки ворочала. Да и, собственно, маленькую работу рисовать без энергии, в каком-то плохом физическом состоянии, тоже начинаешь допускать ошибки. Знаешь, просто мазать мимо, как говорят художники. В общем, работа без энергии, как правило, видна. Её, как правило, потом приходишь уже в хорошем состоянии, все эти куски переделываешь. За свою жизнь я перепробовала, естественно, там, начиная с 17 лет, мы все недовольны своей фигурой женщины, я перепробовала много разных диет, способов, похудеть, привести себя в порядок. Хотя реально, конечно, большого веса у меня никогда не было, он стал набираться только после рождения детей. И всё, что помогало в 20 и в 30, после 40 уже не действует никак. После 45 ты уже сидишь на голой куриной груди, грустной капусте, радости это не приносит, сил тоже, и похудение тоже уже не приносит, даже если ты будешь съедать 2 листика в день. То есть становится только хуже и хуже. И почему, непонятно. И весной, прошлой весной, в 23-м году, видимо, уже вселенная услышала мой. Это уже были не молитвы, это уже было не просьбы, это уже был просто вот крик утопающего. Либо сейчас, либо никогда. И она мне очередной раз, значит, на глаза показывает страницу Елены Истомина и проекта СРБЦ, он называется. Дело в том, что я уже лет 5-6 назад, я уже выходила на их систему, у них в открытом доступе лежит как бы эта программа, как питание. И я ее ввела в свою жизнь, то есть там идет трехразовое питание в течение дня, два перекуса дополнительных, какое-то определенное время между едой, порядок, когда есть сладкое, когда не есть сладкое. То есть у меня это уже было, в общем-то, в голове зашито. Я привыкла готовить себе еду на день, а не питаться там фастфудом и черти чем. Я привыкла готовить себе какие-то коробочки, но все равно я не знала тонкостей, настроек. Я периодически съезжала этой системы, то там хочется кушать, то не хочется кушать. В общем, энергия утекала, вес рос. Система пока не помогала. И вот когда в прошлом году, значит, мне очередной раз на глаза попадаются они, и я уже понимаю, что надо углубляться и разбираться уже не просто по картинке, а уже вылезать полностью в их структуру. У них сейчас на данный момент появилось большое количество возможностей участия. Можно непосредственно участвовать, можно индивидуально участвовать, можно слушать лекции, можно слушать лекции, вести дневник, получать обратную, пищевой дневник, получать обратную связь. Обязательно важным в проекте является физическая активность. 10 тысяч шагов. Ну, не так много, это сейчас все об этом говорят. И с этого момента, с этого дня началось мое новое перерождение, я считаю. Елена Истомина, маленькая сноска, скажу, что она, вы все можете прочитать о ней в интернете. Елена Истомина, она ученый-биохимик. С опытом работы всю жизнь, сама поборола свой вес, спасла и спасает тысячи людей с огромнейшими проблемами. Она не просто налаживает питание, она просто дарит новую жизнь. В том-то и дело, что это проект не для того, чтобы изменить фигуру, а это проект, чтобы получить новую жизнь, новую энергию, новые силы. И люди, приходя туда даже с тяжелейшим болезнью, с тяжелейшим весом, выходят просто абсолютно неузнаваемыми, молодыми и красивыми. Они живут так потом. Ну, то есть, это не проект на, там, сколько-то похудеет за четыре недели, а потом опять займись своими старыми привычками. Это как бы, это просто образ жизни. И я считаю, на данный момент это вот самое потрясающее, это просто чудо, что нам, что нам сейчас дан такой человек с такими знаниями, и их можно получить, и получить от них такую просто нереальную пользу. Пользу для здоровья, для своей жизни. Уже где-то за четыре месяца после начала, там, если я, там, в июне начала, к сентябрю я уже свои лишние плюс 12 сбросила. У меня стал просто какой-то огромный прилив энергии. Если раньше я рассчитывала, что, ой, пойти ли мне на какую-нибудь выставку, да какой ужас, да я туда еле доеду, а обратно я вообще уже не доеду. То есть, я рассчитывала каждый свой путь по Москве с целью, хватит ли мне сил доехать вечером домой. Сейчас я с огромным удовольствием ношусь везде пешком. Я готовлю себе еду на день, что-то беру с собой, беру её с собой, и где-то что-то я знаю, как мне поесть, если я не взяла с собой еду. Я просто знаю, я ем и сладкое, и моё обожаемое, самое вкусное, самое жирное мясо, которое все худеющие женщины даже смотреть на него боятся. Вот я ем просто. Ем всё, что я хочу с огромным удовольствием, просто знаю, когда и где. И самое главное, самое главное, что у меня появилась та самая энергия и на мой активный образ жизни. Я опять встала на лыжи, я поставила на лыжи детей, я встала на беговые лыжи, я поставила детей на коньки, я сама катаюсь на коньках, мы плаваем. И самое главное, что у меня появилась та самая энергия и сила рисовать. Я с огромной радостью сейчас бегу в мастерскую. Я отказалась даже от ежедневных поездок на машину, потому что мне просто эти пробки раздражают, мне просто в кайф быстрым шагом идти по улице, слушать что-то полезное, слушать музыку. Я уже прихожу к Мольберту выгуленная, с хорошим настроением, с хорошей энергией, с проветренной головой, а не как вываливаясь из машины после пробок, мутная. Я с удовольствием стала вставать в 6 утра, меня просто подбрасывает. Я прибегаю на кухню, там светит солнце, я пью кофе с сыром, встречаю утро. У меня именно в 6 утра почему-то огромное количество идей, которые я тут же начинаю записывать, реализовывать. Вечером работаю, я стала работать с утра, хотя всегда считала себя собой. «Как подняться, да что вы? Детей бы там в сад в 7 еле-еле растолкать в 8, а тут я сама так рано встаю и так много успеваю сделать и с огромной радостью». В общем, я могу рассказывать бесконечно о том, что вот эта маленькая изюминка питания, она изменила все вокруг меня, просто все. оно изменило мой внешний вид, я теперь с удовольствием смотрю в зеркало, я с радостью фотографируюсь. Ну, наверное, все заметили. У меня раньше была там одна фотография за год, сейчас я совершенно не стесняюсь это делать, мне это нравится. я могу ходить в магазины, покупать себе вещи, я могу рисовать, могу дни рисовать. И я начала что-то придумывать новое, я с удовольствием слушаю уроки, я впитываю эту жизнь просто с удовольствием, потому что для этого появилось место в моем пространстве. я теперь еда, после еды я не хочу спать, я поевший, я наоборот полна сил, меня не клонят в сон. Это очень важно. Знаете, вот эта послеобеденная сонливость, вот у меня ее нет. Я в 10.30 отрубаюсь. И стала очень спать хорошо, кстати. У меня нет вот этих каких-то просыпаний, ворочаний. Все, в 10.30 меня выключили, в 6 утра включили. В общем, ищите, кому это будет полезно, кому это нужно, у кого это действительно уже вот последняя надежда, ничего больше не помогает. Туда не надо идти, если у вас еще куча своих мыслей идей. Если вы все еще цепляетесь за опыт своих бабушек, прабабушек и прочих поколений о том, как надо жить и пытаться, вот вам туда пока не надо. Вот когда вы поймете, что уже ничего не помогло, что нужно что-то более современное и прогрессивное, тогда, когда нужна будет последняя надежда, когда нужен будет последний рывок для того, чтобы опять стать молодой, красивой, привести себя в порядок, тогда набирайте Елену Мистомину и СРВЦ. У них есть, конечно, все сети, телеграм-каналы, инстаграмы. Все работает, везде отвечают. Есть бесплатные вебинары, бесплатные ролики, по которым можно постепенно втянуться и понять, твое или это не твое. Но я считаю, пока это есть, это большое счастье, это надо пробовать и использовать на полную катушку. Это просто какой-то невероятный подарок, что есть такой человек с такими знаниями, с таким опытом, и мы можем этим всем воспользоваться. Потому что, честно говоря, я уже где-то год назад, у меня были такие мысли, что ну да, что ты хочешь, ну 49, песочные часы уже почти перевернулись. Какая энергия, какие лыжи уже, пора сворачиваться. Лавочка не лавочка с семечками, но вот уже где-то скоро это рядом, еще лет 5-7, и пора будет садиться. А я еще не хочу садиться. Я вообще, собственно, не хочу садиться. Вот у меня, например, дедушка Сергей Андреевич, он свои 70 на лыжах так сжет, он три раза в горы за ним съездил. Я тоже хочу. Но он, правда, не поиступленный питается, у него своя система, система, но я тоже хочу. Кучу энергии, кучу сил, кучу прекрасных картин, поездок со своими детьми в разные приключения. Не только с детьми, я и сама хочу. Так что всем, кому будет это полезно, желаю вступить на этот путь, получить здоровье, счастье, силы, энергию. Спрашивайте, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. Но я про систему глубоко отвечать не буду, чтобы не сказать, чего лишнего. Лучше сразу непосредственно туда, профессионалам, задавать. Я вот свои общие впечатления рассказала. Так что задавайте вопросы, всех вас люблю, целую. Всем классные энергии, фигуры, настроения, творчество, солнце. Люблю, целую, обожаю. Буду рада, если кому-то это видео пригодится. Я очень долго его собиралась записать, но вот. Может быть, немножко путано, но как-то так. Спасибо большое за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok